Все страны, которые заводят в себе отдельную национальную идею, как правило, заканчивают довольно катастрофически. Отдельная национальная идея, напомню, у Северной Кореи, отдельная с Боливаром у Венесуэлы, наверняка есть какая-то отдельная национальная идея у Лукашенко. Спросите у Ахмадинижада, да, у Совета Айтол тоже есть отдельная национальная идея, называется «Ислам». А в случае с Россией, абсолютно, так сказать, ушедшая и окаменевшая за веру царя Отечества, потому что ни веры, ни царя, да и Отечество уже другое, коммунизм во всем мире тоже накрылся ржавым тазом. И дальше случилась некоторая беда, потому что образовалась опасная пустота в том месте, где образуется национальная идея. Потому что западную национальную идею с опорой на свободу отдельного человека, на разделение властей, на достоинство человека, эту идею, эта идея еще не прижилась в России. И она была дискредитирована и уничтожена, дискредитирована при Ельцине и уничтожена при Путине. Западная идея. Идея связана с тем, что государство строится вокруг человека и его прав. Система, где права отдельного человека, права гражданина, они ставятся во главу угла. Эта идеология была фактически отвергнута. Вместо нее ничего не появилось. И эта пустота, поскольку природа не терпит пустоты, заполняется опасной ерундой. Эта ситуация довольно тревожная. Я бы сказал, что замечательно сформулировал национальную идею Солженицын лет 10-15 назад. Он сказал, может быть 20 уже, о том, что главной национальной идеей должно стать сохранение нации. Сегодня речь идет именно об этом, о сохранении нации. Для этого надо те деньги, которые тратятся на ракеты и на национальные, так сказать, на выпускание пара, на олимпиады, на ракеты, на воровство. Эти деньги надо пускать на медицину и образование. Вот, собственно, и все. Вот если те деньги, которые мы швыряем на воровство, олимпиады и военный промышленный комплекс, никому даром не нужны, признаться. Если эти деньги пустить на медицину и образование, это может сохранить нацию. Сегодня нация находится в совершенно деградирующем состоянии и с точки зрения демографии, и с точки зрения медицины, продолжительности жизни, детской смертности. И бегут люди, бегут люди. К нам-то бегут из Средней Азии, где стандарты жизни и человеческого достоинства еще ниже. А россияне бегут в Европу, Америку, Австралию, Южную Африку, Японию. Вы знаете, у меня была лекция в Токио. Зал был наполовину состоял из японцев-славистов. Ну, так сказать, небольшой круг специалистов, да, японцев. Вторая половина была россияне, которые работают в Токио. Это были молодые ребята, там были выпускники Белгородского университета, которые работают на Тойоте. У них заканчивается контракт, я спрашиваю, куда, в Белгород обратно? Они говорят, нет, в Найроби. В Найроби. Уже в Найроби. И много езжу по миру и вижу, что эмиграция помолодела. И даже на Брайтоне, который раньше состоял из такого анекдотического пенсионного населения, они такие были старенькие, старое местечко из анекдотов, да? Вот полгода назад концерт на Брайтоне, должно сказать, огромное количество молодых образованных россиян, которые уже живут там и уже не вернутся. То есть, никогда не говори никогда, они вернутся, когда жизнь в России будет более достойной, никогда она будет более богатой. Дело не в деньгах. Они вполне были обеспечены, и могут быть обеспечены здесь. А вот достоинства, смысла, перспективы воздуха, исторического воздуха очень не хватает. Это серьезная проблема, связанная с национальной идеей. Я не Солженицын, я бы предложил национальную идею такую, ну, например, спускать за собой воду в унитазе. Это очень правильная национальная идея. Если мы научимся попадать в унитаз, спускать за собой воду, вообще убирать за собой, вообще мыться, принимать душ, помыться, это касается и нашего знания собственной истории. Это было бы очень правильно.